Спортивные новости. Как и любой другой вид спорта, мотоциклетный развивается не для развлечения. Это зрелищный вид спорта. Но чтобы достичь высот, нужно упорно работать над собой. Увлеченные юные славянцы приходят в мотошколу, чтобы овладеть настоящим мастерством. И чем раньше ученик проявит свои способности, тем выше будут результаты в будущем. Это касается любой деятельности. Мотоциклетный спорт не исключение. Под присмотром опытного тренера начинающие спортсмены осваивают азы вождения, учатся техническому обслуживанию своего железного коня. Желание тренироваться и любовь к мотоциклу – весомые причины заниматься мотоспортом. Но этого недостаточно. Вождение мотоцикла – это полное владение своим телом, контроль над техникой и отличная физическая форма. Повышение уровня мастерства вождения продолжается все время, пока ты постоянно занимаешься. Человек должен уметь все, если на то пошло. Летать на самолете, конечно, не обязательно, но все виды транспорта, которые существуют на земле, обязан уметь. Самое большое, естественно, желание. А потом, как говорите, и физическое, и моральное, и финансовое тоже имеет большую роль. Потому что просто так ничего не дается. Мотоспорт требует для своего развития роста технического оснащения. Все это обеспечивается финансированием. Славянская районная администрация помогает мотошколе в приобретении мотоциклов. Мотоциклы сейчас дорогостоящие. Вот, да, у нас два мотоцикла недавно приобрели. Это глава Славянского района, Синеговский Роман Иванович. Вот они, красавцы, красивые. Да, для детей. Они, конечно, будем так говорить, это мотоциклы учебного плана. У нас много кандидатов мастера спорта, мастера спорта. Они защищают, допустим, чемпионат края. За чемпионат края выступают. Здесь начальная подготовка. Только они начинают хорошо себя вести, будем так говорить, в виде спорта, сразу их забирают в Краснодар. Сюда приходят совсем еще юные ребята, которых привлекает этот мужественный спорт. Конечно, не все остаются. Но те, кто сделал свой выбор, не жалеют о нем. Занимаюсь мотокроссом два года. Мне нравится этот спорт, потому что я раньше занимался боевым искусством, это карате. Мне понравилось тут заниматься. Еще мне нравится, потому что тут ты можешь себе найти много друзей. Алексей Пупышев тренируется три с половиной года. Он принимал участие в престижных соревнованиях и входил в число призеров. Эти успехи помогают ему серьезно подходить к занятиям мотоспортом. Попробовал, пришел вот сюда. Ну вот прокатился, мне понравилось. Начал продвигаться потихоньку. И когда пересел на КТМ, начал показывать результаты хорошие. Ну и так затянуло спорт, что прям смысл жизни может. Сама гонка, она получается, ну как три тренировки будет, даже больше. То есть поднимается уровень езды, когда ты прям едешь в азарт. У тебя полностью адреналин подскакивает. Мне очень нравится этот спорт. Я планирую дальше развиваться в этой сфере и занимать почетные места. Очень важно, что есть хорошая трасса для мотокросса, где ребята могут совершенствовать свою технику вождения. Для спортсменов занятия мотоспортом – это увлекательная игра в обгоны, это активное времяпровождение, которое к тому же еще и закаляет характер. В мотоспорте учащиеся учатся дисциплине, отрабатывают реакцию и способность внимательно слушать тренера. Необходимо для них всегда поддерживать хорошую физическую форму. И это совсем не просто. Когда они видят свои первые достижения, появляется интерес добиваться большего. И это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».